Федеральная трасса Сызрань-Саратов-Волгоград нуждается в срочном ремонте. Речь идет о двух участках на территории нашего региона. Чердым-Елшанка, Вольск-Балакова. Местные водители эти дороги уже давно назвали разорительными. После трассы машины регулярно отправляют на ремонт. Продолжит Алексей Лощинин. Двигаясь по дороге, автомобили сначала снижают скорость до 60 километров, а потом до 40, а иногда и вовсе останавливаются. Эта трасса ямочной болезнью страдает много лет. Ухабы парализуют движение, а водители все больше держат ногу на педали тормоза. Ежедневно по этому участку федеральной трассы проходит до 7 тысяч автомобилей. В летнее время их количество за счет дачников увеличивается в несколько раз. Дорога похожа на решето, по которому лавируют машины. Это несколько километров, когда нервы находятся на пределе. Тут следует принципу «тише едешь, дальше будешь». Участок дороги от села Чердым до Елшанки напоминает полигон для военных действий. Асфальт здесь практически отсутствует. За рулем такси Александр уже 5 лет возит клиентов из Вольска в соседний Балакова. Говорит, пассажиры жалуются, слишком трясет. Машина убивает сильно. Как бы хотелось бы, конечно, чтобы сделали. Но другого нет, да, въездный? Ну, если через город ехать, там еще хуже. Не выдерживают ни люди, ни автомобили. Этот участок дороги – сплошная колея. Покрытие деформировано до такой степени, что у большегрузов порой отлетают колеса. Часами простаивая на ремонте, водители теряют время и деньги. Ну, летят шаровые подвески, вот это, которые связаны с ходовой частью. Дорога не ремонтировалась уже, ну, лет 20 это точно, никакого ремонта нет. Ему это нужно обязательно, потому что дорога дозная. Во-первых, она и узкая, и горы там мешают, и видимости, и проезд не очень безопасный. По этой дороге автолюбитель Романов ездит каждый день. Он ждет начала большого ремонта. Несколько участков федеральной трассы Сызрань-Саратов-Волгоград давно в нем нуждаются. Откровенно плохое дорожное полотно делает эту трассу полосой препятствий. Алексей Лощинин, Вадим Лысов, Кирилл Логинов. Вести. Саратов.